Привет! Перед тем, как убирать бутылку для воды в посудомоечную машину, то лучше сразу подумайте, переживет ли она этот процесс. Скорее всего, пластиковое изделие уменьшится в несколько раз, как в этом случае. Девушка забыла свой айпад внутри духовки и включила ее разогреваться. Так стоп, а почему гаджет вообще находился в духовке? Ответьте мне сперва вот на этот вопрос! Рост игрока одной команды 160 см, а рост вратаря из команды противника 2 метра! Это будет легендарная схватка, а вы сейчас смотрите очередное легендарное видео на канале Фактория. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал, там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас! Мужчина почистил свой кожаный диван, после чего на нем появились такие символы. И они очень сильно напоминают клейма крупного рогатого скота с фермы. Вот что может произойти, если человеческий волос застрянет в молнии от одежды. Выглядит это, конечно, интересно, но просто представьте, насколько это может быть еще и больно. Хоть этот объект и похож на сэндвич, из-за которого может проснуться аппетит. Но на самом деле перед нами самый обычный камень с пляжа. Присылайте свои интересные находки по ссылкам в описании под видео. Мужчина купил килограмм замороженных гребешков на рынке, а внутри одного из них ему попалась морская звезда в виде неожиданного бонуса. Один из уличных художников заранее подумал о том, чтобы даже вместе с граффити можно было узнать номер вагона. Поэтому важные номера он не закрашивал. Культурный вандал получается. Девушка сделала цветную татуировку, которая целую неделю заживала под повязкой. Спустя семь дней, когда повязку сняли, на ней очень четко отпечатался рисунок. Обычная упаковка яиц из магазина тоже преподнесла сюрприз. Внутри нашли штамп, которым наносят маркировку. Хоть он еще и совсем щенок, но вы посмотрите, какой у него длиннющий один из усов. Возможно, хозяину придется периодически его подрезать, если он и дальше будет так же быстро расти. На этой дороге сотрудники дорожных служб тренируются наносить разметку и проверяют краску на пригодность. Но если об этом не знать, то кажется, будто кто-то сошел с ума. Автор фотографии нашел среди старых вещей японскую лицензию на охоту, выданную его бабушке. Обратите внимание на этот рисунок посередине, он все прекрасно говорит сам за себя. Наклейка со специальным индикатором, который поможет определить, можно ли уже есть эту папайю или стоит еще немного подождать ее созревание. Возможно, вы не знали, но музыканты должны носить особую обувь, чтобы по их следам сразу все было понятно. Ну ладно, не должны, но ведь забавные ботинки же. У автора снимка в этот день был день рождения, и из офиса его финансового консультанта он получил эту поздравительную открытку с жвачкой. Хочется верить, что это просто случайность. Прогресс дошел до того, что в детских наборах с игрушками также можно найти игрушечный USB кабель. Могли уже и настоящий туда запихнуть, лишним точно не будет. Эта специальная будка в офисе предназначена для того, чтобы вы могли уединиться в тишине и спокойно поговорить по телефону, или же совершить видеозвонок. И при этом никого не будете отвлекать, ведь она звукоизолирована. Девушка случайно уронила свое ожерелье на удлинитель, в который была включена зарядка, и его неожиданно коротнуло. К счастью, проблему удалось быстро устранить. В номерах отелей порой можно встретить очень сомнительные решения. Например, душевую кабину с прозрачным остеклением прямо внутри комнаты. Еще одна ситуация с душевой кабиной. В этом случае стекло просто взорвалось, когда никого не было в ванной. Постоянные зрители фактории уже должны понять, что это не единичные случаи. Эта замороженная пицца была найдена в одном из супермаркетов Великобритании. Она со вкусом фасоли и сосисок. Как вам такое сочетание? А вы все еще жалуетесь на пиццу с ананасами? Ну-ну, вот настоящее сумасшествие! Автор фотографии рассказал, что кто-то прилепил ему стикер на чемодан в аэропорте, пока он этого не видел. На самом деле, я бы тоже не стал его отдирать. Мудрое предупреждение от китайской полиции. Переводится оно следующим образом. Не вступай в драку. В случае проигрыша тебя отправят в больницу. А если ты выиграешь – в тюрьму. Следующий снимок был сделан в эко-отеле. В ванной комнате есть песочные часы, которые выполняют роль таймера. Столько в идеале нужно тратить времени на душ, чтобы не расходовать слишком много воды. Парень нашел в своем офисе подарочные сертификаты в Макдональдс на сумму в 20 долларов 1995 года. Естественно, самым верным решением будет сходить и проверить, примут ли их сегодня. Слева фотография северо-восточного города США, а справа город со среднего запада этой страны. Разница в планировании городской инфраструктуры колоссальная. Продолжает наш парад странных случаев в отелях данная фотография. Рядом с ванной имеется USB-кабель для зарядки. Надеюсь, на него хотя бы вода не попадает. Верхний мост построили в 20 веке, средний в 18-м, а нижний был возведен еще в средние века. Стоит ли ждать чуть попозже еще один? Запасной ключ от автомобиля Форд. И, по-моему, ему забыли придать нужную форму, чтобы он подходил к замку. Или так и задумано? Жду экспертов в комментариях. Необычный позолоченный четвертак с какой-то голограммой, который нашли в прачечной. Встречали что-то похожее? Присылайте мне свои фото. Специальный шкафчик, который дезинфицирует зубные щетки при помощи ультрафиолета. И находится он, вы не поверите, в библиотеке. Скорее всего, дело происходило в Корее, где студенты могут запросто провести ночь в библиотеке, готовясь к экзаменам. Этот дорожный знак дает вам понять, на каком шоссе вы не находитесь. Видимо, в этом месте часто случаются путаницы с дорогами. Такой телефон висит под потолком в зале ожидания. Есть вероятность, что дело было в больнице, и через него врач вызывает следующего пациента. Такая система гораздо бюджетнее обычного громкоговорителя. У парня есть один очень длинный волос в брови. Сразу же вспоминается щенок, которого мы видели в начале этого выпуска. Мужчина проезжал мимо бейсбольного поля и словил мяч решеткой радиатора. В принципе, могло быть и хуже. Например, если бы мяч прилетел в лобовое стекло. Обратите внимание, что линия напитка в стакане в одном участке находится ниже, чем во всех остальных. Есть предположение, почему. Автор фотографии на протяжении многих лет собирал усы, которые выпадали у двух его домашних кошек, и складывал их в эту баночку. Довольно-таки странное хобби. Фактория согласна. Следующий снимок был сделан в одном финском магазине. Здесь установлено ограничение, что в одни руки не продается больше 328 микрофонов. Почему именно это число? Этот след появляется каждый раз, когда очки запотевают. В комментариях к фото подсказали, что это след от наклейки, которую не удалили с линзы должным образом. И это, в принципе, можно сделать самому. Иногда перегоревшие лампочки превращаются в произведение искусства. И такую красоту даже как-то жалко отправлять в мусорку. Из всей палитры гуаши, которой некоторое время не пользовались, только зеленая краска поросла плесенью. Возможно, именно в составе этого цвета есть что-то органическое, поэтому так и случилось. Девушка случайно разбила тарелку, и в итоге образовался этот интересный рисунок. Можно теперь поэкспериментировать и тоже сделать из нее какую-нибудь инсталляцию. Сваренные вкрутую яйца в ресторане на ночь отправили в морозилку. В результате белок опять стал прозрачным. Фотография случайного человека рядом с ценником на мочалке в супермаркете. С другой стороны, кстати, она тоже висела. Зачем? Остается загадкой. Одна из палочек твикса оказалась не покрыта шоколадом. Разве это не то самое доказательство, что каждую палочку делают на разных заводах? Любимая игрушка ребенка рядом с той, которую на всякий случай купили, если первая потеряется. Сразу видно, насколько сильно изменился первоначальный вид наших любимых вещей. В посылке из интернет-магазина, помимо самого заказа, нашли этот резак, который внутри забыл один из сотрудников склада. Чьи-то инициалы, выгравированные на монете, которой уже 350 лет. Часто люди практиковались в гравировке именно на монетах. Возможно, это один из таких случаев. Если вам часто приходится иметь дело с коробками, то такое незамысловатое устройство вам просто необходимо. Оно удобно, фиксируя части коробки, которые могут мешаться. В этой емкости оставили немного средства для мытья посуды всего лишь на одну ночь. За это время оно высохло таким странным образом. Представляю вашему вниманию очередную головоломку, в которой нельзя победить. Ну, вы бы сперва сами попытались бы ее пройти, что ли, перед печатью. Мужчина отмечал на этой карте все дороги Соединенных Штатов, по которым он катался, начиная с 1989 года. Если вы часто путешествуете, можете брать идею на заметку. В Трире, немецком городе, где родился Карл Маркс, есть несколько светофоров с участием этого знаменитого на весь мир философа и общественного деятеля. В этом супермаркете вешают защитные бирки против краж на дорогое мясо. В тяжелое время мы живем, раз где-то используют подобные меры. Штамп, который остался на свиной отбивной. Предполагается, что края покупатель сразу срежет перед готовкой. Бутылка клея, в которую с какой-то целью забралось немало муравьев. В итоге это и стало их смертельной ловушкой. Ресторан готов бесплатно накормить нуждающихся людей без денег, потому что они любят служить обществу. Достойный пример для подражания. Быть примером трудно, но быть примером надо. Если вам тоже попадется такое волосатое яблоко, то лучше сразу его выбросить, потому что так выглядит плесень на ранних стадиях роста. Все привыкли к тому, что конфеты Скитлз обязательно круглые формы, но иногда и у них на заводе случаются неполадки, после которых внутри можно найти треугольное драже. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!